Я рад приветствовать любителей фана и отсылок на канале Дамако. Меня зовут Станислав и мы с вами продолжаем раскрывать тайны этого мира в игре под названием Epic Battle Fantasy 5. Ну что ж, дорогие друзья, отправляемся в путь. Я немножко пошаманил. Ну, во-первых, я поубивал кучу роботов, которые здесь были. И, кстати, тот робот, который стоял вот здесь, с которым у меня были проблемы, эта пачка была самая сложная. Из всех тех, которые я видел, один остался. Специально, думаю, оставлю его, чтобы мы с вами смогли закончить эту войну страшнейшую, кровопролитную. Посмотрите, как радуется этот человек. Ну, а мы-то тоже вроде счастливы, но на самом деле мы плачем внутри, в сердце прям, потому что война, она несет жертвы. Ну, да ладно. Я собрал пачку. Мне подсказали кое-что. Огромное за это спасибо. То, что вот этот человек, который с Балайка нам в прошлый раз предсказывал будущее, он вам указывает на то, какие у нас взаимоотношения в команде. Ну, как бы это и так было вроде как бы понятно, но это очень напрямую влияет на сюжет игры. То есть, даже не на сам сюжет, а именно на финал, я так понимаю, что если у нас все будет хорошо между нашими компаньонами, то то ли он вообще ничего не скажет, то ли он это подметит. Этот Балайочник, он нам скажет, да, наверное, либо скажет, либо скажет, что у нас все хорошо. Так вот. Я специально поэтому теперь буду брать Ланса почаще. Будем брать Ланса Натали и Анну стараться брать в одну пати, потому что я переслушивал его слова, и он там четко, ну, мужчина это там подсказывает, о том, что Ланс, с ним как бы никто даже толком-то нормально и не дружит. Ни с Мэттом он нормально не дружит, ни с Натали. Натали очень сильно, типа, мол, на него злобу какую-то держит. Ну, понятно, он ее схватил все-таки. Хватал я там за всякое, наверное. Так что мы с вами постараемся, чтобы они сдружились. Как я понимаю, мне давным-давно про это уже сказали, что у Котейки, к сожалению, как бы его присутствие не сильно-то влияет на финал. То есть он там, я так понимаю, никак не фигурирует. А вот эти остальные игроки, они будут фигурировать, что очень, в принципе, странно, если честно. Ну, да ладно. Котейка тоже очень важный член команды, я даже не знаю. Набрал разных умений, переставил я некоторые умения. Да сейчас все, в принципе, в бою вы увидите. Погнали. О, да, классическая модель летающая рыба. Да, мы таких, кстати, не видели. Да, мы даже таких не ловили. Это был очень популярный дизайн во времена воздушных кораблей и паровых двигателей. Вот тут-то мы его и схватим. Смотрите. Что по умениям? Во-первых, я раздал бафы этой пачке... Ммм, ребят, пачки команд, я хотел сказать. У нас же одна команда. Так вот, я раздал бафы, и эти бафы влияют не только на людей, которые находятся на переднем плане, и те, которые находятся в запасе, на них тоже влияет. Во-первых, рефлекс. Я отдал его Ане, как и рекомендовал нам дед. И, как вы помните, он нам сказал, что это... ЭТО УМЕВИНО ПЕРЕДАВАЛОСЬ ИЗ РУК В РУКИ, И ВОТ ТЕБЕ ПЕРЕДАЛОСЬ. Как болезнь. Так вот. Бафы на уклонение. Я сейчас буду просто забафоваться. Мне, в принципе, сказали правильные вещи в комментариях о том, что бафы очень сильно режут атаку у противников. И надо ими чаще пользоваться. В принципе, я готов пожертвовать первым ходом на бафы. Так что давайте забафаемся плотно. Я отдал... У Безлапа забрал, точнее, умение. Я отдал его Ланцу, чтобы Ланц пользовался. Тогда это будет очень-очень даже хорошо. И, конечно же, Мэтт тоже бафает. Теперь у нас получается три вида защиты, которые есть вообще. То есть уклонение, магическая и физическая защита. На всем вроде как бы проковались. Невесомость. Чего невесомость делает? Получаемый урона от ветра увеличен на 50%. А он как раз таки ветром и наносит. Да, вот этот урон, походу. А может даже они посмотрели, что они делают? Ну, что у них наверняка? У них к чему? К взрывам, наверное, слабость. К ветру, возможно, нет. Потому что они все такие ветреные. Да, в принципе, мне больше и не знать ничего не надо. А электричество, наверное, тоже. Так, давайте будем тогда гасить козлов. У нас очень что-то плохое положение. Я теперь Мэтта отзываю, потому что мне он здесь сейчас не нужен. Я буду Натали пользоваться. Она мне очень нужна в пати за счет того, что у нее есть хил. Будем хилить. Я думаю, что она захилит всех на фулы, поэтому можно даже не париваться. Так и есть. Она у него очень сильный хил, учитывая, что еще шапочка у нее помогает. Будем гасить первую летающую рыбу. Попробуем взрывом. Да, крит прошел. Отлично. Значит, взрыв катит, да? Взрыв катит. Но тогда... Как вам такое? Катит и параллелетипец. Бенч на десяточку. Осталось немножечко. Сейчас будем ловить. Только не ванну. Да и в Натали тоже не надо. Давайте его... А-а-а-а-а! Отстань, пасхудник. Так, все в Ланце влетели. Вот это правильно. Причем, кстати, хилка довольно слабый. Или у Ланца слишком много здоровья. Так, начинаем ловить. Тактишн Мэджик на поимку. Хопа! Тра-та-та-та-та-та-та. Мы поймали вот этого скота. Все, можно убивать. Давайте, кстати, посмотрим, что это за такое. Паровой робот. Юркий стимпанковский дрон атакует ветром. А после смерти запускает последнюю взрывную атаку. Кстати, это хороший способ просто его поймать, вы знаете. Потому что он будет запускать свою взрывную атаку в конце. Надо это тоже учитывать. А это ведь опасно. Так, что мы еще можем сделать? Можем истребить врагов при помощи взрывного напора вот этого. Да, давай. Вот и отлично. По крайней мере, минус один, да. Убью ли я? Возможно, убью. Но давай все равно, он же нас не шутнет, да, я думаю. Не шутнет. В кого? Ну и да, и отлично. И опыта получили. И получили вот этого летающего дрона. Теперь у нас все есть. А что тут? Может, с этим чуваком пообщаться? У нас тут никакие секретки не притомнят. Ас, кто-то потерял в воде. Я, кстати, вернулся на локацию, где, помните, мы с вами запагованный какой-то уровень встретили. Ну, типа, не то, что запагованный, секретный какой-то компьютерный уровень. Так вот. Оказывается, действительно, там я пропустил один момент, мне тоже написали про это в комментах. Увидели восхитительный знак, я пересматривал, понял, в каком моменте это было. И это были не сундуки какие-то скрытые, это были просто, знаете, предметы, которые в растениях. Типа, ну, какие-то ресурсы. В двух местах там было. Один в камушах был спрятан, второй был возле дерева. И я их собрал. А, и так ВС дает. Гду, группа наркоманов хиппи украли мою флейту. Я просто представляю. Наркоманы упоролись и украли флейту, чтобы веселиться. Но, несмотря на мой суровый вид, я бы предпочел избежать столкновения, ведь мне всего 12. Возможно, нужно просто незаметно выкрасть ее. А еще я хочу перекусить. А я думал, наркоманы украли еще и еду. Типа, обкурились, своровали еду, своровали флейту, пошли веселиться, короче. Упоротые ребята. О, смотри-ка. А, тут прям голод нужен. А, и ключ, у нас такого нет. Ладно, поехали. Давайте отдадим, я думаю, что предмет нам нужно отдать, да? Кевест все-таки мы сделали, война закончилась. Умение. О, взрывное. Усиленная взрывная атака по одному врагу, высокая вероятность критического удара, взрывная атака по одному. Физический урон надо учитывать. Может быть, может быть, это хорошо зайдет Мэтту, потому что у Мэтта... Я Мэтта сейчас вообще наделяю всякими способностями, которые он не имеет, в принципе. Я ему отдал, по вашему совету, кстати, хороший был совет, что надо было отдать ему умение электричества. Я ему сразу же его передал, немножко качнул. Ого, быстро вы их. Правда, весь этот опыт пригодился бы и мне. Как бы то ни было, они наверняка пришли из Железной крепости. Скорее всего, что-то в них полетело из-за последнего... Из последней обновы... Game Child. Это, знаете, типа на Биму, что ли, отсылка такая. Но, правда, не похож на Биму. Биму намного милее. Консоль для видеоигр в настоящее время встречается только в музеях. Так, ну давайте заберем. Спасибо тебе большое. Давай посмотрим, что там с умениями, куда вообще их можно вставить. Потому что у нас, смотрите, у нас взрывного урона нет. У кого? У Ланца есть взрывной урон. У Анны есть взрывной урон. У Мэтта нет взрывного урона. У Натали можно поставить, но я не думаю, что ей поставят взрывной урон. Наверняка только... Ну да, вот только пацана. Ланс, котейка и Мэтт. Ну давайте Мэтт отдадим. Пускай будет у Мэтта. У Мэтта есть теперь и ветреная атака. Я ему отдал... Прокачал до четвертого уровня электрическую атаку. Так что теперь у нас кое-что есть. Что-то я, кстати, хотел качнуть одному из наших товарищей. Какое-то умение. Вот, кстати, тоже Лансу отдал. Волна воздуха. Это ветром будем поражать. Что тоже очень полезно. Причем, кстати, будем на крит потом погушать. Кстати, отдал одну из смертельных умений. Как раз, вот смотрите, Анни. Аннигиляция называется. Вот, будет прикольно. Многие, наверное, убить всех врагов и есть шанс. Он, правда, низкий, но он все-таки есть. Кому-то я хотел что-то качнуть. Вот это я прям хорошо помню. Но, походу, не сейчас. Не знаю, взрывную атаку качать смысла пока нет. Взрывного оружия у нас нет. Я думаю, вряд ли я буду пока ее применять. Но в будущем наверняка будет хорошо. Давайте отправимся с вами наверх. Пойдем опять. Используем вот эти пароли, которые мы с вами понадобывали. Я помню одну закорюку, вторую закорюку, две, по-моему, три, да? Мы даже с вами открыли. Вот. Пойдемте, короче, туда поднимемся. Доделаем квесты. Доубиваем там существ. Заберем там все ништяки и свалим. Смотрите, я обратно возвращался. И возле этого персонажа постоянно мелькал восклицательный знак. Я думал, что у нас квест к ней. А оказывается, нет. Смотрите. Вы достали плод. Отлично. Можете взять то, что у меня осталось. Я больше не могу есть. Так, во-первых, это прибавочка для Мэтта. Хорошая картошечка, которая нам пригодится для квеста. Мальчишка у нас там голоден, как вы помните. Да? Мальчишечка, мальчуган. Мальчонка. Да, теперь у нас есть картошечка. Осталось найти флейту. Осталось найти этих наркоманов, которые украли у ребенка, как говорится, ему флейту. Это что за подонки просто? Подон еще. Под днище. Так, и давайте быстренько стероиды намнем. Вот это другое дело. Теперь и путь окажется легче. Я на месте. Три сундука мы с вами открыли. Мне написали, что этих загадок всего пять штук. Всего пять. Получится, нам осталось две. Ну, походу, две. Мы с вами так, буквой П, по-моему, я выкладывал. Да, давайте выложим тогда вот буковкой вот этой вот. Непонятный. Так, еще один сундучок. Отлично. Талисман. Щупальца, который можно нацепить на героя. Периодически применяют умение тентакли между ходами. Сопротивление к оглушениям тентакли. А что тентакли-то делают? Они с земли вылазят же, да? И, по-моему, они... Ну, вот раньше тентакли, например, на том же посохе у Натали, они навешивали вирус. Не знаю, что они здесь делают. Наверное, просто бьют. Так, давайте заберем цветочки. Так, и что там еще? А, и еще вот такая вот. Вот это можно было оставить. И этот тоже. По-моему, вот так, да? Оу-е. Пушка. Замораживающая базука-холодильник. Увеличивает урон умения стихии льда. Магический чистый урон у нее, я смотрю. Да, есть хорошая заморозка. Неплохо, неплохо. Титан. Редкие, очень редкие материалы. Так, давайте посмотрим. Умение, снаряжение. Давайте глянем, что там за пушка такая. Жалко, что я не могу посмотреть. У меня за спиной висит так... Стремно. Так. Ну, допустим. Тебя отдать. Синий дрон. Это же дорогой дрон. Ну, хорошо. 52 просит дискеты. Серьезно. Ну, окей. Все дискеты у меня забрал. Мне было ровно 52. Как будто я готовился к этому дню, когда мы сможем полностью прокачать ледяную пушку. Я не знаю, зачем я это... Ну, в любом случае, она всегда пригодится, да. Пойдем наверняка куда-нибудь, где нужно будет из ледяной пухи полить. Это будет самое то. Денег у нас много. Случай ресурс купим, какой нам нужен. А теперь надо поставить себе обратную пушку. На взрыв, наверное. На взрыв, наверное, даже не надо. Давай на тьму. Потому что мы сейчас пойдем вот эту птицу ловить. Я не знаю, что она из себя представляет. Давайте заберем цветы и пойдем к птице. Окей. Но перед этим нужно сохраниться. Погнали. Давай оценим, что это за птица такая. Так, бабули. Это тоже дракон, только такой пернатый дракон какой-то. А теперь пернатый. Я сказал, пернатый. Но, естественно, мы сейчас атаковать его не будем. Может, тоже не сумасшедший. Наверняка на ветер что-то, да? Небесный дракон. Повелитель неба. Использует мощные атаки ветром. Если ветер малоэффективен, переключается на лед или электричество. Ты представляешь? 139 тысяч здоровья у этой куропаточки. На электричество слабость. На лед слабость. Воздуха, конечно, не боится. Электричество есть у нашей Натали. Сейчас будем разбираться. Пришло время убегать. Бежим и переодеваемся. Так, я немножко приоделся. Так что будет все очень круто. Ну и как мне уворачиваться от атак или бегать в этом? Это не должно считаться броней. Зато очень красиво. Так что не надо мне вот этого. Так, ну бабульки тут есть еще. Бабулечки. У них, кстати, практически везде защита от того, именно от чего мы набрали. Кроме тьмы. На тьму у них довольно слабость большая. 20 хп. Это очень много. Давайте бафаться в конце-то концов. Забафаемся, правильно? Не, подожди, неправильно, нифига. Вот так вот. Не, то, что забафаться надо, это правильно. Хотелось бы испытать мое новое высокотехнологическое оружие. Надеюсь, оно совместимо со старыми зарядными устройствами. Это я ледяную пушку ему дал, кстати. Так как на лед здесь сопротивление слабое, да, а литычества у него нет, ну, как бы лед сойдет. И у Анны то же самое. И они вдвоем в костюмах ниндзя. Что тоже очень полезно. Ну, знать. Само оружие, вот сама броня, наверное, не сильно полезная. Но знать полезно. Оно просто усиливает ветреную атаку. Ну, ветреной у нас, к сожалению, нет ни у кого. Так что. Пока бафаемся. Там посмотрим, что будет. Надеюсь, нас не убьют за этот ход. По крайней мере, будет проще. Офига себе. Рассеивание. Мать, ты не борзеешь ли, а? Я тут весь такой накладываю. Накладываю. А заряд-то откуда? Это что мне, заряд? Это мои шмоток, что ли, такое сотворили? Так, ну ладно. Я смотрю, что борзеют. Борзеют. И я теперь думаю, что нам делать с ними, со всеми. Так, давай, короче, котейку-ка сюда. Котейка. Я тебя сейчас забафаю со всей силы, чтобы ты был счастливым. Е. Теперь ты будешь разрушать. Разрушай, котейка, вот эту вот рожу наглую. Она меня оскорбила. Вот так вот. Молодец, котейка. Функцию свою выполнил. А то, видите ли, они тут у меня вешают всякое. Далее. Мы, наверное, уберем тогда нашего дорогого бойца. Ланса, дрится, губцаца. А будем бить ледом, да в лицо. Опачки. Ха. Иногда даже самое мощное и мощные из врагов могут быть обезвижены подходящим статус-эффектом. Мудрость вековая. Видимо, этот статус-эффект очень сильно подходящий. Хотя у него на заморозку 70% защиты. Я не знаю, нам просто очень свезло, видимо. Но я сейчас все равно ее собью же, заморозку, да? За счет своего умения. Или нам можно как-то забафаться. Но вроде бафа нет. Я могу ударить лучом. Хотя это тоже же ледяной урон. Фига, люто. Срезали. Так, минус уклонение. И опять, смотри, у него опять статус. Почему? Откуда вешается заряд? Непонятно. Я же его не использую. Есть шанс оказаться оглушенным между ходами. Но это понятно. Так, выходи. Будешь колдовать у меня молнию. Проклятую. Молния, молния, молния. На 10 льдом вообще хорошо. Вот так вот. Еще я глушу, но это существо. Но мы сейчас опять с объемом оглушения. А нет, оглушение, походу, нельзя сбить. А в этот раз нам ничего. Значит, походу, это либо, значит, мои какие-то кулоны, талисманы, да, работают. Сейчас, давайте оценим. Что такое? Увеличие сопротивление оглушению. Так, переполняет электрической энергии. Переполнено, да. То есть, это электричество, защита. Это дополнительно принесли дополнительные деньги. Ну, я здесь ничего не увидел, вы знаете. То есть, среди умений я не видел какие-то описания. Ладно, давайте будем бить. Будем бить каким-нибудь подобными способностями. На 14 тысяч. Так, я предлагаю еще врезать. Это же дракон, сами понимаете. Так, ну вот у меня, например, есть такая вот тема, да? Мощный удар. У него осталось 8 тысяч. В принципе, я могу котейку призвать. Попробуем поймать. Котейка. Готов ловить? Лови. А, ну сбегай. Тогда точно поймаю. Удалось. И... И сундучок прибрали. Хорошо. Так, ну что-нибудь есть? Ничего. Пойдем еще посмотрим. Ну, где-то еще была такая птица. Или нет? А, вот тут она есть. И мы здесь еще не все сундуки забрали. Так что есть куда расти. Давай к этой. Тут, наверное, две будет такие, да? Так, эти... Так, эти... Ну, они электричества боятся. Это хорошо. А вот на лед, конечно, этому немножечко неудачно. Неудачно. Жмых-жмых. Прых-прых. Электричества-то боятся. А, и лед тоже. Не, электричества, наоборот, не боятся. А лед боятся. Хорошо. Хорошо, хорошо. Давайте тогда... Гроза. Это что, опять, да? Бьют чисто рандом. Так, тут у нас, значит, есть лед. Братья-сестри-ниндзи! Кстати, нам же говорили, что их что-то связывает вполне. Возможно, намекали именно на это. Есть шанс оглушения, может, повезет? А был крит, оглушения не было. Жаль, жаль, жаль. Надо кого-то одного выстегивать, потому что, ну, против двоих нам будет сложно. Минус. Ох, больно. Ох, больно. Ммм, ладно. На взрыв тоже не надо. Потому что, сами понимаете. А у меня не откатилось. А это у меня слишком слабое. 180. 320. Взрыв, взрыв, взрыв. А, нет, на взрыв тоже катит. А, на взрыв катит. Давай. Только не Натали. Вот, а тут всем больно. Ой, спасибо. У меня подхилили. Воу-воу-воу-воу-воу. Что там, с ума со всем все посходили? Кисуня. Фига. Молния как бьет. Мощненько. Так, давайте поднимать. Кисуня. Поднимай. Хилим. Бафаем. Да, ё-моё, почему? Ну, что за ди... Ох, как ты бесишь. А его ударить не судьба вообще? Мне сказали, что чем дольше заряжаешь это умение, гиперлуч, он же там дает отсчет в днях, тем сильнее будет удар. Это все вранье. Это все неправда. Это все не так работает. Мне просто показывают, за сколько дней, на сколько ходов точнее, я могу использовать этот гиперлуч. Ничего он там не усиливается со временем. Так, и п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п. Что будем делать? Вот что интересно. У меня есть возможность, в принципе, похилиться, но я боюсь, что опять щелкнет. давай еще раз так я буду убивать я могу светом конечно при прихлопнуть можно света но не давай молнии у да ладно не добили блин это так обидно фига там в конце крутая штука какая получилась мне нравится не нас молнию кассе почему в нас станут и бей в эту тварь вот же тут два ублюдки птицы стреляя в них мы такие чем провинились я не понимаю постоянно чем нас то давай хоть и из ринков противника я как бы не против так короче походу мне сейчас это вот эта штука она мне просто доконает давай короче мы будем знаешь что использовать так для для день ясно наклада благословения на всех вот благовольствови нашу судьбу и обреки наших врагов на гниение и разложение прямо на наших глазах и кстати не посмотрел может них и отхил нет нет нифига у них актива все ради того что было ясно потому что бесит поможет ли магическая защита не знаю на давай мы будем будем работать все общо так чуть как-то больно так луч у нас готов заряжен будем стрелять сразу по двум это хорошо какое еще можно умение тут заюзать такой прям качественное качественное понижение защиты в принципе это нормально может выручить нас да мы можем понизить защиту физическая защита я ведь убьют 9 убьют так что надо прятаться пускай похилиться мощно ничего не скажешь мощненько так во первых давайте кого-нибудь призови призовем ее обратно будем накладывать сейчас способности в усиление пойдем что бы еще такого сделать кстати да что будет интересно ну когда посмотрим что снаряга у нас увеличит уровне стихии электричества а если я вдарю умением палкой по роже что это а проклятие да я же статус поменял проклятие это бы позволило нам ловить но пока она нам не то не надо давайте это просто будем электричеством долбить в кого-то 1 на она так будет посильнее давай у тебя оглушение отлично минус одна тварь возможно сейчас я пожалею потому что чуть не пожалел кстати что я использовал все умения и не использовала сил может конечно он честно мне был доступен в принципе всякая может быть девятнадцать тысяч нет повезло повезло ели выжили так не давай мы начали тебя наверно жарим лучом так одного заморозили второго убиваем отлично потом похилимся на следующий ход минус мне было немного не по себе я не желала что нам придется сражаться с драконами вот и как хотела муж путешествие пошли тут как бы без этого никак что мы еще можем сделать может какой-то баф 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 давай можно было стать и лучше на ланса наверно сколько от кем я могу еще сходить а всеми до получится он еще один ход будет заморожен пятьдесят тысяч смогу ли я снести столько двадцать тысяч снесли между прочим не давай похилимся не буду рисковать не буду нафиг это не нужно чем уже заморозим если повезет немножко не повезло не толкайся странно драконы взрываются не пора ли нам наперекур пора нам забирать сокровища вот это точно пора ухаки вкусняхи так а теперь надо не спуститься да с мечом поговорить вот этот апеллиска тоже вообще отвратительная вещь и наверняка он будет очень сильный потому что возле него же целых два сундука я думаю что это будет мощно начали нужно сказать ну что ж давайте посражаемся у нас с вами любопытные ребята эти помню что дать к тьме они предрасположены а эти к свету начали снесем на навоителей у нас есть двое темных властелинов я пожалуй возьму наверно тебя взял вот такой вот крутой меч попытаемся снести хотя удара тьмой какого-то какой-то атаки у меня вообще нет зато мне все такая атака я надеюсь что я ей смогу наказать но не сказать бы что примешь я сексильно наказал но все же тьма да поглотить тебя тьма на прицепе в 1 вливаться потому что я думаю что если я раскидаю по всем я не убил там 14000 я даже на атак то не убил они сколько 20000 еще и всем досталось очень неплохо и магический урон понизили про мощная атака очень мощная так что же нам сделать тогда можно вдарить по кому поконить наглой жопе светом свет-то хорош только обычная такая наверно по какому-нибудь вот поэтому давай не заснуление благословение видимость персерк фига ты конченый на пороже так психанул наверно да из-за нашего меча понимаешь от зависти но я могу похилить но думаю что лучше уберу по плану будем как говорится следовать мочим я бы по-хорошему конечно вдал бы вот этой атакой ну да ладно тьма 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 надо добивать надо добивать но у нас нет это хорошей тьмой может ударить есть попадем на отлично так мы все только на девчонок теперь она один расчета надо от физических для нас физических там же умножается урон так что я даже не удивлю давайте выходите кто-нибудь кто боится тьмы тьма 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 ть обелиск ты боишься тьмы до обелиск боится тьмы но обелиска я тут вообще не ожидал увидеть признаться честно боленцы ну не такая тьма как тьма серки еще кончены и га пожалуйста так я могу конечно захилить хочу я выбрал заклинание да это еще даже и вообще не задумался а у него я понял короче у него стоит шило сметение он сам использовал этому что я накосячил так ладно давайте мы с вами уберем наверное и йода неважно уже кого за дивизии жизни накладывали еще не поможет так и глушение похоже следующий ход я пропущу я щас добью для чего же вы ублюдочные ублюдки я вам так скажу ладно тут же опыта я не теряю так что не страшно 19000 смогу ли я нарезать им всем щипромахи как это прям не нужно совсем не к месту смерть просто прекрасно просто прекрасно иди в пень зато двоих забрал зато забрал двоих вот это без лап можно подхилить отлично фига себе просто звезды с неба такой дикий урон просто капец так подожди у нас какие-то есть заклинания которые рассеивают бафы у него точно есть рассеивание ой от этой атаки у меня прихватила спину мне надо подкачаться зато бафы сняли так давай котейка ты котейка тащит проклятие на тебя псина блокируй блокируй так у кого у кого-то же еще есть остальных кто и у кого есть те все умертвы фильм все равно не помогает да тебе блок твой не помогает тебе я отступлю тварь не прощу тебя никогда ненавижу обелиски в этой вот что что прям обелиски прямых ненавижу мы прям ненависть так все хотите вот это вот и никогда больше не прикатывайте я пошел сюда только перед этим надо бы сказать попить ну что же я вернулся давайте попробуем повоевать сундуки не забрать да просто так но в принципе еще тут можно было еще ожидать а я надеюсь только не совсем страшная битва прям не хочу я страшно я думаю что следующая будет вообще там одни обелиски на на три обелиска будет они нас будут просто рвать у нас есть свет я думаю что с этим светом мы сможем многое достичь давайте наверно начали забаваемся эти противники не такие страшные поэтому баб здесь был бы вообще к месту баба 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 еще один барабах бах куча защиты сильно будет довольно плотно наверно ладно я еще пока один ход мы там постою еще бы девчонки прицепились так ладно я бы ей конечно дал бы но пока не буду но ей бафами ввиду а чтобы ой как обидно ой как обидно сейчас было магический светом ударить не могу чё там ты огня боишься огня боится магический магический держи так хиль нас надо шмотки менять не затащишь так такими вещами не могу не могу только и опять же нет во фига здоровье я сейчас не смогу опять использовать свою суперспособность как неудачно то гриба на я тваря все что не так бесишь у него магического урона вообще нет у него физа нет есть эти магический есть вот магический остальное физически одно магического менее на ветер ну такое лучше забаваюсь мы еще и откат серьезно папа 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 что же делать что же что же давай электричеством бить это единственная минус уклонения основные магические атаки ланса наносят много урона но также имеют и второстепенные ослабляющий эффект интересно ланс хорош профукали возможность заряжаем буду бафать плевать это какой-то пустынный мамонт никогда не видела полю упоротых зверей мамонта щас как даст и все пипец хана все в одной хана лана я вовремя кинул вовремя вовремя так мамонт огня боится да чё там еще не огня не боится электричество быть и тьмы боится это тоже боится тьмы да тоже боится тьмы рискнул плевать а ее уведу по 25 отлично мамонтино конечно же выживет 50 тысяч я могу по ходу забрать даже эту тварь если я лимит использую она так и буду делать потому что я не собираюсь тут терпеть сразу только мамонт кого влетит неизвестно неизвестно так тьма тьма можно поднять за счет котейки я думаю что Я думаю, что в принципе без разницы, наверное Ну то есть тут он в любого влетает Любому смерть, если мы не уворачиваемся То нам хана Тут ни защита, ничего это не поможет Ворота помогут Уже атака будет просто дикая Вот пожалуйста, промахнулся, это хорошо Проклятье Смерть использую Мне просто просили показать лимит Мне самому интересно посмотреть Я могу и так его завалить Ну давайте просто посмотрим Я могу и так его завалить Это 100% Но его не убило Не сработала смерть Ну так выглядит визуально не сильно круто Но все равно Прикольно По-самурайски По-говорю даже не по-ниндзевски Ниндзюцовски Так, ну давайте дальше продолжаем Издевательство над бедным животным Минус Минус У него-то тьму вообще нет Чем бить-то Электричеством Ну по-моему такое себе Можно пилой кинуть Разок Девять тысяч Кстати, неплохой крит О, нахила все равно нет Давай Тяжесть Я предлагаю сменить А, я не могу Понял Могу, конечно, похилить Но даст ли это хоть что-то Наверное, ничего не даст Тут как повезет Давай Убиваем Это точно Ну как бы тут За два хода За два-три Он может убить только Он может убить только двоих Ну одного точнее всего Да, мы Либо воскрешаем на следующий ход Либо мы просто Переключаемся на других персонажей И нам пофигу Так что все на изи Продолжаем Минус 13 Минус 25 тысяч И последний удар Последний смертельный Ну можно молнией вдарить Ладно Молнию же он тоже боится 23 тысячи Не понял Что за черт Мы его убили Но он не умер Мы его недостаточно утомили Что за фигня Что за волшебный мамонт Оказывается Верблюды и мамонты Совместимы Используют мощные атаки Земли Я вообще не понимаю Что такое Почему Что произошло Что произошло У меня шок Паника Ахтунг Хилензи битэ Она единственная Мне нужна Она будет высушить людей Бах 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 Нельзя Это тоже На откате Что то у него Как то слабенько С обилками Ну то есть Блин у него Каждая обилка Откатывается Какое то количество Ходов Это прям капец Какой то Проклятывается Проклятина Тебе Поднимай Нашу Бедолагу Не говорите Он будет высушиться Каждый раз Мне что-то Это не сильно радует Лежать Он имеет Очень большую волю К жизни Это Неприемлемо Слишком Большую волю Фига Ну это правильно С водой Там я даже Не удивлен Слышь Что с верблюдом Не так Его поймать надо Короче Я понял Мамам Мы его поймаем И все Иди в пень Правильно Ну по моему Вообще идеально Котейка Я думаю Сейчас мы его поймать Сможем Да Так и думал Да Какого черта Ты Отстань Так подожди У меня Да Давай похилим Вначале Сейчас слишком Все пострадали Нам точно Надо его ловить Тогда А Все Да Наша воля Жизни Против Его воли Жизни И мы победили Наверное Он просто Кота Испугался Ха-ха-ха Куча Задуков Моя Ну в принципе Тут такой Ну алмаз Вот например Я думаю Что это Очень редкий Материал Тут Больше Больше Ничего Все Мы с вами Здесь Закончили Давайте Уходить В этой локации Мы полностью Все с вами Собрали Я предлагаю Пойти В подземелье Вот в это Которое Рядом С нами По-моему Была бы Неплохая Идея Сходить В это Подземелье И пошариться Посмотрим Что там Есть У нас Есть Много Сил У нас Есть Много Желания Разбогатить И Подземелья Рядом Я думаю Что стоит Так Я сбегал Попил Насчет Кстати Камня Помните Который Мы с вами Раздобыли Укультистов Я пока Его не ставлю Потому что Ну Смысл какой Ставить Камень Если у нас Третьего Нет Мы с вами Раздобудем Еще Один Камень Там По-моему Природы И тогда Мы с вами Вернемся И поставим В храме Все что Нам уже Как говорится Нужно Сколько тут Всего Ты посмотри Потрогаем А и тут Сюда Перетащить А чтобы Фига Тут какие-то Странные Катакомбы Это надо Как-то Подняться Наверх Там походу Где-то Как-то Пройти Потом Как-то Где-то Вот Здесь Подняться Очень Странно Здесь Что-то Есть Ну Это Понятно Что Это Дополнение Пройти Нельзя Есть Вот Эти Ребята Здесь Нужна Лесенка Пойдем К Этим Зомби Между Прочим А это Прям Выйти Из Подземелья Да А Как В эту Вот Как Сюда Вот Забраться Может Как-то Вот По Этой Площадке Непонятно Вообще Как Это Работает Ну А Вот Получается Мы Можем Здесь Обойти Вот Здесь Я Пробьюсь Пробьюсь Да Ну Все Понял Окей Давайте Попробуем Посражаться Так Один Из Двух Тьма Эти У нас Боятся Огня Тьма Тут Не Вкатит Так Давай Тогда Пока Пока Отступим Ну Собрался Чуть Чуть Буквально Надеюсь Поможет У Я Такая Симпатичная В этой Форме Правда Ставлю На то Что Натали В нее Даже Не Влезет Ну Она Не Может Без Уколов Ты Посмотри Надо Уколоть Да Посильнее Так Ну Мы Будем Колдовать Конечно Ж Не Мату В надежде Что Все таки На куколу Это сработает На всех Сработало Просто идеально Тогда можно Вжарить Как говорится И Вжарить По полной Угненной Атакой Минус Защита Стреляем Светом Отлично Промах Берсерк Яростная Яростная Кукла Натали Че вы Одну Девушку Трогаете Вообще Не трогайте Никого Это Я вам Советую Так Светлая Магия Я думал Минус 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 А вот Нифига Так Что дальше Предлагаю Переключиться Наверное Давайте Кому Забафимся Я не знаю Кто будет Следующий Предлагаю Бафнуть Наш Наш Отряд Ну естественно Мы добьем Потому что Там Один ход Остался Не хочу Пускай Будет С нами Куча Ништяков Вирус Вирус Папирус Папирус Ты посмотри Так Что я еще могу Я могу Вдарить Да так Что сопли В разные стороны Разлетятся Земля И огонь Или похилимся Давай рискнем Минус И на ловкость На ловкость Я думаю Что мы В принципе Этих Чучундра Можем И словить Если так Посмотреть Ну как бы На изи Два Два Горения Два Горения Жопок И опять Вирус Слышь Вы достали Короче Вы что-то будете Плодиться У меня Вечно Мне Так Чем бить будем Чем бить будем Чем бить В принципе Можно рассеять Да снять Я же могу Это же Снимает статус Ооо Вот это хорошо Я бы палками У вас всех Забил Подожди Вы как там Ага Не хилится От этого Нет Такой нельзя Электричество А к электричеству К земле Только Да Но у меня есть Вот земля Но она Такого одного Это по-моему Вообще Ни о чем Вирус Наплевать Так вот Минус два И мы Оба На одной Волне Просто Побеждай Врагов И Не задавай Лишних Вопросов Да Вы достали Меня Уже Чего Плодитесь Я не знаю Идите Домой Хватит Плодиться Идите Проспитесь Сколько 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 Вот это Все Терпеть Кто там Следующий Давай Вот эти Похоже на Унитазы У нас Они Их нет Мы Одного Потратили Придется Ловить Я бы Конечно Ланцам Заюзал бы Умение Вот это Чтобы потом Вжарить Но что-то я переживаю Ну давай Все равно Заюзаем Переживающие Просто нас Накажут За это Все Очень больно Бьют Ну как Кусают Они не сильно Больно А вот эти Мне кажется Больно Будут делать Минус защита Промах Отлично Все Страх Мы прошел К огню Да Нормально Ну ланси бой Вытворяй Вытворяй Чудо 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 Расчудесное А у тебя там Что еще Свет Да Ну нормально Ладно Давай 58-55 Давай Слабость Слабак Кислотный дождь У нас специально Да Чтоб хилиться Да Собака такая Я тебе дам Кислотный Можно конечно На них не моту наложить Чтоб они ничего Не колдовали Но мне кажется Что это не так сильно Нам нужно Хорош Ловим Котич Много дебафов Я думаю Что поймаем Да Вообще Без лишних Вопросов Так С кем я еще могу Давай с тобой Поменяемся Тут на свет Очень хороший урон Опять Серьезно Ты просто будешь меня ядом травить Да ты слабак Хорош В конце В конце был эффект Красивый Забираем Так Ну что Продвинемся дальше Чуть-чуть Я конечно не ожидал Здесь увидеть этих типов Ну да ладно Я думал что здесь будут просто Чувачки Ты шуми Теперь сюда можно Да пройти Так Ага Еще чуть не упала Смотри под ноги Над Лететь Долго И больно падать Я бы даже так еще сказал А тут я могу что-то собрать О да А то я тут видел Какой-то ништяк Такой Прям Заганочный У У У У У У Какой красивый лук Давай заценим Вообще смотрю что у нее такие Как бы Оружия Они Как-то вот видите Уложены По определенным стихиям И такое же чувство Что они как-то Сделаны именно По определенным Стандартам Здесь какие-то Кристаллические Да А здесь И непонятные И я не могу даже назвать Из чего они сделаны Минус 30 То есть мы гораздо сильнее Можем подгореть Да Минус магический урон Зато усиливает Нашу физическую атаку Увеличивает урон Биологический Да Урон увеличивает Может Применить умение Лианы При атаке В принципе Довольно Неплохое Оружие Выглядит классно Черт Тополох Так Тут больше ничего Нет Ну мало ли Что-то Припрятали Так Ну давай сюда Так Пойдем драться Подожди Вот теперь Пойдем драться Так Два Два Да Смотрите Сразу вирус На одном из них Это наверное Неспроста Специально Чтобы распространение Было Такого Мощнее Даже на двух Вирус А на одном Яд Тьма И природа Хилит Вирус Возможно Тоже Хилит Да Возможно Он тоже Принадлежит Природе Ну Биологический Я имею Вы же понимаете Вирус Вроде Биологический Да Так Зато Свет Карает Свет Карает Огонь Карает Все Карает Это Хорошо Это Хорошо Это Прямо То Что Нам Нужно Давайте Попробуем Сразу Наказывать Потому что Я не хочу Что-то Затягивать Это Все Так 22 На 22 1000 Эх Не хватило Чутка Буквально Чем Нам Тогда Таким Зарядить А Ау Ау Гасить Гасить Козлов Надеюсь Один из этих Козлов Убежит Прямо Сейчас Страхи Зомби Слайм Шока Слайм Рука Зомби Руки Зомби Довольно Мало ХП Давай Сразу Туда Ее Убьем Прямо Руку Зомби Фига А неплохо Так Промах Горение Уклонение Вообще Очень клевая Вещь Предлагаю Нам Похилить Нашего Боевого Товарища И вдарить Как говорится По сополям Не убили Серьезно Так Один Отступает Приговор Он как статус Работает Или как что Я могу Его сбросить Просто попробую Я не знаю Точно Да Могу Отлично 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 Так Тогда мы тебя добиваем Ты посмел Просто посметь Как ты посмел Посметь Вообще Умри Бесстыдный И вот так Ты умрешь Поганый слайм Так Вот так Я не просто Я не просто так Одел Костюмчик А все Ради Вот этого Митка На плюс 80% ГДМГ И у нас Кстати У Анны Такая же Тема Я думаю Что ей тоже можно плюс 80 процентов вы дыма он же жрать застанет нет ненавижу это вторая на кого я больше всего ненавижу ненавижу монолиты и вот этих типов которые заставляют нас жрать опять приговор ты издеваешься так что там у тебя тьма до тьма взрыв вода но мне плевать на на тех мы еще даже их не били поэтому мне все равно все накидали на него и вирусы тяжесть там метка короче у нас тоже легла на метку мы повесили за счет этого талисмана надо вообще нафиг убрать так огнем поразить могу могу мы этого огонь то не действует так давайте мой ударе хотя бы одного убить я не хочу голод совершенно мне он не нужен так отчетом с природой только вода только взрыв и только но в принципе есть взрыв давай взрывом дарим все же не добьем нифига рассеял все полностью опасненько опасненько куча бафов и все в никуда четыре тысячи в принципе я готов подействовать грубым довольно способом зато продамажить и вируса два в нас нас прилетела по моему вообще жесть какая-то все убираем с поля боя уйди и слишком голоден чтобы участвовать дальнейшем сразу же сражений рассеивание тринадцать но можно и тьмой вдарить не убьюсь все равно три тысячи смогу ли я вот вопрос смогу ли я крученой атакой добить попробуем отлично смог смог и это хорошо но все хана вам молитесь может даже нам не стучать как говорится нам все равно можешь не настукивать пес тебе хана вам всем хана вы все умрете так что там у вас так свет 80 начинаем мстить причем жестко что там пятнадцать умри ах ты паскудная тварь как ты смел увернуться от моей сильной атаки накажу задавлю приговор да плевать познай силу света нам а нам а что ничего не съели а то это знаете нам совсем не нужно а вот мы поедим крендельки и там всякие вкусные так мы пойдемте сюда здесь наверно будет тоже неприятно надо пробиться хотя в эту сторону шокус водички не нам бы она очень сильно пригодилась такой у ребяточек у них на взрыв до взрыв взрыв на тьму нет тьма нет тьма нет ладно будем ставить его в любом случае давай покажи силу на 9000 неплохо неплохо теперь покажи силу и я могу конечно тут тоже взрывом дать давай дадим взрывом отлично еще ребятки взрыв взрыв и огонь но огонь в принципе может наказать же может даже выхлестну давай попробуем не хватило 300 хп 300 хп как ахами не бросайте нет ладно горение опасненько конечно но переживем так вот и вы я помню и вы на взрыв давай тебя как ты меня бесишь уже так я пожалуй наверное уберу его поставим натали водичкой окатить не хотите ли но на взрыв у меня вообще принципе ничего толком и нет можно вот этим пройтись хотя по 5000 но нанести да чё ты прицепился с вами девчонки нет пацана отстань просто ударьте сами себя в голову и все на этом пожалуй закончим так я готов забавиться а минус у него тоже особо ничего нет тут вода типа нужно у него воды то и нет либо взрыв взрыв даже не знаю давай понизим их защиту что ли на одного только сработало а да что ж ты мажешь то моя дорогая ну что с тобой случилось что произошло почему ты начала мазать ты же нормально била не знаю тут либо тьмой либо вот как бы ладно давай таким будем взрывом бить а два выстрела два в мим в мимо вообще чё не такие прям уворотливые это два здоровенных валуна они просто стоят на месте вдаль один раз нормально ну вот вот можешь же когда захочешь давай огнем жарим огонь конечно по крайней мере хотя бы бьет как ты меня бесишь ну в в в в в в так эти же надо убивать сразу паскудники но может окнем я смогу убить 1 на 13 она навряд ли нанесу строк попробуем давай 80 возможно кого-то объем такси выжили отлично он впитывает по моему физический урон да он любом ага любой магический да но физически то ведь и нет и на свет так магический любой а может не восприимчив к физическому урону да не выстрел а к физическому не восприимчив это будет больно не давайте лучше стрелять я предлагаю стрелять физ магия 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 да это физический давай лучше постреляем звук хороший прям вообще мне нравится очень как звучит выстрелы но вроде как справились пошли толкать далее сюда сюда толкай давайте мне еще один сундук вот добро говно кусок какой-то и кристаллик неплохо если тут что нибудь припрятанное давайте погрем я я чувствую тягу к человеческому мясу не точно не следовало спускаться сюда между предупреждали и вот теперь со мной точно что-то не так давай дом отсюда я не хочу быть тем кому придется все ей объяснять но всегда можем избавиться от ее страданий избавить ее от страданий давайте сохранимся ребят и закончим пожалуй а следующей серии уже пойдем до конца исследовать эти подземелья по-моему так неплохо мы там все почистили сюда пришли я думаю здесь тоже будет много 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 всего интересно откуда ведет эта лестница она на лестнице вообще никуда не ведет она спускает оттуда 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 и типа вниз да это просто показано так что в два прихода два притопа а на самом деле тут они как сюда не залезть это лестница ну как бы она не игровая им надо спускаться вниз и посмотреть что там какая тут красота ты посмотри это какая красотища это надо походу открывать пещера полная зомби я считала что я считала что это всего лишь догадки догадки но это какой-то но это как-то связано с проклятым лесом мол я не знала что это место существует я не очень люблю пещеры пещеры чрезвычайно опасны нужно быть готовым к внезапным потоком лавы и прочим неожиданности еще здесь может быть утечка газа поэтому подумайте хорошенько прежде чем зажигать спичку и сам курит было так ну ладно это западло они все нормально и на всякое может быть только пошел куда мы пошли а мы реально можем обойти да все это все не можем или можем тут грибы еще можно было подобрать вот тут грибы для ланса так говняха говняха говня наложите говна и мы вас пропустим так выходит неожиданный поворот я вам скажу честно я не ожидал что нас такое попросит ну ладно разобрались разобрались по крайней мере то что нам нужно будем искать хотя принципе в четвером вот закустики сходить и можно пожалуйста укладывать как говорится без проблем пройти а мы походу будем искать чужой и как и но зачем это нам нужно ну да ладно увидимся это следующей серии не хочется продолжать эту тему как говорится тема будет не из приятных увидимся в следующий приходите не забывайте лайк поставить еще кстати под этим видео чтобы было на что посмотреть в следующий раз потому что не будете ставить скажу нафиг оно мне надо все и так затянулось чересчур долго вот а также не забывайте комментарии написать и конечно же подписывайтесь на канал если вы еще не сделали и жмакайте колокольчик чтобы не пропускать интересных видео а с вами был Станислав я всех вас крепко обнимаю целую люблю увидимся в новых приключениях всем пока